40 тонн не предел. В Люберцах установлен рекорд по буксировке вертолета Ми-26. Это самая тяжелая летающая машина в мире. Отбуксировал ее лидер Федерации силового экстрима России, житель городского округа Сергей Агаджанян. Затем, как был установлен новый рекорд, наблюдала и наша съемочная группа. Подготовку к установлению очередного рекорда Сергей Агаджанян начал 7 месяцев назад. С тренировок, правильного питания и психологического настроя. Также люберецкий атлет изучал технические характеристики вертолета Ми-26. Его очень тяжело тянуть. Для сравнения я привожу цифры давления в шасси самолета. 15 атмосфер, здесь 6,5. Он проседает, это если взять машину, спустить колеса и попробовать ее тянуть. Это равносильно этому же усилию. Поддержать люберецкого спортсмена пришел глава городского округа Владимир Ружецкий. Рекорды, они устанавливаются при одном условии. Если человек постоянно трудится, постоянно тренируется, держит себя в форме, поэтому, возможно, на пике этой формы, возможно, такие рекорды. Поэтому, Сереж, я тебе пожелаю совершенства дальше. Держи свою такую спортивную форму, ну и показывай всем остальным, что человеку многое под силу, включая такие механизмы. В первой попытке Либерчанин потерпел неудачу. Вертолет удалось сдвинуть лишь на несколько десятков сантиметров. Для установления рекорда этого недостаточно. Лишь со второго раза 40-тонная винтокрылая машина начала движение. После всех замеров рекорд был официально зафиксирован. Вертолет Ми-26 Сергей Агаджанян отбуксировал на 17 метров. На это ему потребовалось 42 секунды. Я рад, что я сделал этот знаковый для себя рекорд, трюк. И я уверен, что он не будет последним из той череды, которая есть уникальных достижений, как говорит мой друг, коллега, президент Федерации лог-стрима Василий Николаевич Грищенко. Это только начало в поле для работы большое. В ближайшие недели спортсмен посвятит восстановлению организма после полученной нагрузки. А затем начнет готовиться к установлению очередного рекорда. На этот раз в московском метрополитене.